Музей 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 урарских, они собирались непонятно для чего, это была такая примерно комната славы, нечто похожее на сегодняшний современный музей, когда мы говорим, для чего есть музей. Есть музей, в частности, бывает для того, чтобы похвастаться и похвалиться, как хорошо, какие хорошие вещи у нас есть. Но эти вещи должны еще и учить, и в историческом музее они учат тому, что все проходит, и что от этого остается символ. Это замечательный символ, это кувшин, найденный на Кармирблуре, кувшин, такой лощеной красной керамики, очень красивой формы, такие кувшины делали в Ване, делали в Тейшебаине, при раскопках их нашли более тысячи таких кувшинов целых. И вот здесь самое главное не то, что их нашли. Это было решение армянского правительства, подарить по одному кувшину всем крупнейшим музеям мира. Когда вы приходите в Британский музей, в Лувр, в Метрополитен, там нету разделов Армении, но там стоят эти кувшины, и они несут в себе вот эту память об Урар. А это другая вещь, это прошлое, которое говорит с нами. Эти бронзовые чаши, большая часть, кстати, музея истории Армении, некоторая часть лежит, здесь это ритуальные чаши, они бронзовые, они звенят, и они не ржавеют, многие из них не ржавеют. Мы недавно завершили большое исследование, посвященное тому, ну, почему они не ржавеют. Казалось даже, что, может быть, это что-нибудь связанное с космосом, видимо, скорее всего, при пожаре крепости, аж крепость штурмовали, она горела, в Карасе, где они лежали, в большом сосуде, возник такое сочетание воздуха и жары, что появилась тонкая пленка, которая спасает их от окисления. Но самое главное не это, главное, они звенят. И вот с этими чашами мы иногда очень редко нарушаем музейные правила. Вот в прошлом году у нас был день Армении, и мы вынесли эти чаши, и люди, которые играют на металлических инструментах, играли на этих чашах, они звонят совершенно необыкновенно, они для этого и существовали, скорее всего, в каких-то ритуальных звонах. Вот музей, здесь много разговоров о том, как музей должен быть живым. Он не должен быть живым Диснейлендом, он должен быть живым в своих формах. Вот когда вы раз, несколько лет выносите чаши и на них играете, то это вот то, как музей становится живым. А это другой урок, это витрина древности из Ани, вы знаете, что великая столица средневековой Армении, они находятся, давно уже находятся в Турции. До того, как Турция была, они захвачена, здесь были, производились раскопки в начале 20-го века. Николай Якович Мар, есть в Абгаре Чарбели. Они вывезли и перед турецким захватом часть вещей осталась в Ереване, часть была вывезена, привезена в Петербург, и сохранилась, если бы все это оставалось, это такая философия, оставалась на территории Ани, ничего бы из этого целым не осталось. Мы знаем, как они регулярно разрушали этот город, разрушался, ничего бы не осталось, вот это сохранялось в музее. Вот для чего нужны музеи. Иногда из какого-то места важную вещь увезти, и тогда они сохранятся. Это знаменитые анийские фрески. Одна целая, а две находятся в ресторации, потому что без охраны реставраторов тоже все это погибает. Музей сохраняет. Это другой урок музея и общества. Это скеврский складень. Киликийский памятник культуры и памятник ювелирного мастерства Киликийской Армении. Напоминание о том, что Армения есть еще и Киликийская, и о Киликийском царстве в Армении средневековом. В этом складне были мощи всех армянских святых. Он продавал, он был продан монахами в Европу, вошел в знаменитую коллекцию Базилевского, потом был в Эрмитаже. Потом после революции мощи были вынуты отдельно, складень был вынут отдельно. После контрреволюции, после перестройки, во время перестройки Эрмитаж передал мощи святых армянской церкви, сначала в Петербурге, сейчас они в Ичмядзине, их выносят по торжественным праздникам. А дальше вопрос, что делать со складнем. Это прекрасный памятник церковного искусства и прекрасный памятник искусства вообще. У нас вечный спор у музеев по всему миру в России, где должны храниться иконы, где должны храниться памятники искусства церковного. И армянская церковь, и музей Эрмитаж показали пример всем, и я все время сейчас это разъясняю нашим друзьям и в Русской Православной Церкви и всех. Мы мощи торжественно передали, мы сделали копию, от копии осветили, копии в этой копии, теперь вещи хранятся в Иерусалиме, простите, в Ичмядзине. А сам шедевр искусства находится там, где ему надо, в зале армянского искусства и рассказывает и об искусстве, и об истории, и о той многообразной истории Армении, памятником которой он является. Это хачкар, хачкаров многое у нас. Один хачкар замечательный и красивый, но хачкар, находясь в Эрмитаже в контексте мирового искусства, заставляет говорить еще об одной вещи. Есть такая вещь, которая называется иконоборчество. Это направление в византийском искусстве, это направление иудаизма, иконоборческим является иудаизм, иконоборческим является протестантство, иконоборческим является ислам, когда великие символы религиозные считаются возможным передавать через символы без изображения человеческих фигур. И примером этого является на самом деле Или искусство армянское, оно не иконоборческое, но оно очень строгое и жесткое. И хачкары – это пример того, как просто орнаментами, надписями и крестом можно передавать ничуть не меньше чувств, мыслей философских, чем в большом количестве изображений. Изображения тоже бывают всякие. Это XIV век, это каменный рельеф, семья Рошанов, отец и сын, часть церкви, которую они воздвигли. Ну и здесь у нас несколько примеров того, как Эрмитаж общается с сегодняшней Арменией. Это как раз передача мощей армянских святых, там Григорий Лусаварич и многие другие армянские церкви. И вы узнаете всех. Эрмитаж – это и место разных дипломатических встреч, это визиты премьера Армении в Эрмитаже. Здесь встреча в Эрмитаже с интеллигенцией петербургской, господин мэр Еревана. Как видите, у нас гости постоянно, это не просто визиты, это элемент присутствия и постоянной связи между Арменией и Эрмитажем. Которая существует очень давно. Это грамота Юрка IV, католикоса всех армян, которые он вручил Александру II, императору русскому, благодарность за утверждение его должности. Это грамота, это Евангелие рукописное и такой знак с мощами святого Георгия. И великий символ связи Эрмитажа и Еревана – это наша церковь святой Екатерины. Это великий шедевр архитектуры русской, построенной Юлием Фельстоном. Церковь открывали в присутствии не больше, не меньше, как князя Григория Потемкина, великой политической фигуры этой эпохи Екатерины, завоеватель Крыма. У нас, кстати, тоже в декабре будет большая выставка, посвященная Потемкину. И эта архитектура, тому это здание уже в 20 веке реставрировал и ремонтировал сам Александр Томанян. И вот через эту церковь, через эту архитектуру идет то взаимодействие армянской исторической традиции и европейской классической культуры, из которой родился абсолютно уникальный, редкостный архитектурный стиль Еревана, созданный Томаняном и всей его школой, создавших, в общем, один из важнейших вкладов Армении в историю мировой культуры. Это тот стиль, который был рожден в Ереване. Вот на примеры взаимодействия Армении я писал несколько примеров того, как решаются важнейшие вопросы. Как напоминать об Армении и рассказывать об Армении в мире, и как музеи должны взаимодействовать с народами, с культурами, с церквями, с религиями. Как именно хранить память, потому что ничего важнее памяти нету, потому что когда у человека нет памяти, нет человека. Есть память, есть. Но надо так вот делать так, чтобы эта память была доброй и хорошей. Это могут делать музеи. Спасибо вам.